Эй, а вы видели, что у нас-то целая гигантская коробка антистрессов? Конечно, киса Алиса! И мы уже позвали Аню, чтобы она помогла нам ее распаковывать, да, Эйва? Даже представить себе не могу, сколько там антистрессов. Мне кажется, там их просто миллион! Киса Алиса, давай вылазь из коробки! А вот и я, привет пушистик. Ура, ура, уже начинаем! Ань, смотри, Алиска залезла в коробку с антистрессами. Ой, уже вылезла. Так, проверяю подписку. Эм, чё? Ты еще не подписался? Все должны подписаться, чтобы у нас в Корее было 2 миллиона. Ань, вот коробка, которую мы позвали тебе распаковывать. Вообще-то, эту гигантскую коробку с антистрессами собирала я собственными руками. Когда мы с вами снимали безумную распаковку подарков на наш канал Magic Family. Надеюсь, ребята посмотрели эту распаковку. Да, уж там целых 40 минут и столько подарков. Ставь лайк на это видео, если любишь антистресситься. И давай я не сможешь скрывать коробень. Да, ура, не представляю, сколько дней мы будем это делать. Да, уж столько у нас еще никогда не было. Ань, а с нами правда будет жить свинья? Тихо, Софи, ты что? Ну, ну, я про наше новое видео на канале Magic Family, которая сегодня вышла. Да, да, про мини-пига. Да тише же, зачем вы ребятам все секреты выдаёте? А чё, свинья это прикольно. Не свинья, Юми, а мини-пиг. Э-э, вот именно. Так, всё, тихо, ребята сами сходят и посмотрят это новое видео. Думаю, они удивятся, увидев такого питомца на канале. Тем более, роликов давно не было. Так, давайте, пожалуй, сначала всё это выложим. Ань, но роликов-то давно не было, потому что это Magic Leto наполнено событиями. Две Magic встречи в Москве. Скоро будут ещё, кстати. Так что, ребят, пишите свои города. Тем более, что в комментарии попадают видео. А ещё лагерь, звучи в Сочи с Magic'ами. Да, у нас, кстати, закончилась уже первая смена. Ребята танцевали, пели, занимались актёрским мастерством. Мы вместе с ними снимали ролики. Я давала мастер-класс по видеоблогингу. А ещё в конце они поставили такой офигенный мюзикл. 8 июля начинается вторая сокращённая смена. Зато она дешевле. И в ней мы будем с Magic'ами снимать клип. Будет офигенно. Кстати, места ещё остались. Если ты хочешь петь, танцевать, быть актёром или блогером, сниматься в нашем клипе и при этом жить с нами в горах, в Сочи и ездить, купаться на море. Расскажи обязательно родителям про лагерь, звучи. Мы оставим ссылку внизу. И скажи, прости их забронировать тебе путёвку. Будешь с Санькой тусить и заниматься. А если не успеваешь к 8 июля, то на вторую смену в августе. Да, Алиска права. Ещё осталось две смены. Так что увидимся в вокально-театральном лагере Звучи в Сочи. Ну вот, ребят, я вытащила всё из коробки. Как вам? Мне кажется, нам не хватит одного ролика. А какие у вас есть идеи? Я предлагаю смешать все матовые слаймы и смешать все прозрачные и получить два гигантских слайма. И обязательно сделать больницу слаймов, в которой мы будем складывать больные антистрессы. А потом будем их лечить. Тем более ребята прислали нам всё для лечения слаймиков. А ещё кучку новых антистрессов на уничтожение. Ань, а давай ещё устроим такой конкурс талантов слаймов. Это что значит? Пока будем распаковывать, ребята будут внимательно смотреть и выбирать самые лучшие. С чего начать? Глаза разбегаются. Начни вот с этого бутылька. Отлично. Если честно, нам ещё такого никогда не присылали. Я никогда не открывала целую бутылку слайма. А у меня есть новая игрушечка. Прозрачные слаймы будем смешивать вот в этом белом блюде. Всё, как вы скажите, ребят. Надо только ещё понять, как его оттуда достать. Тут ещё такие красивые украшения, ракушки, жемчуг. Да, Ань, ты всё вынуй и потом смешаем. Не вынуй, Юмичу, а вынь. Пора снова тебя в школу отправлять. Какая же школа каникулы летние? О, кажется, получилось. Вот такой вот красивый зелёненький слаймик, как бы вы его назвали. И он такой большой, что даже не умещается в одной руке. Такой приятненький на ощупь с красивыми украшениями. В общем, это начало для нашего гигантского прозрачного слайма. Так, какой же выбрать следующий? Их тут очень много. Мне лично бросилась в глаза вот эта вот яркая баночка. Ну-ка, открой. Это небольшой, но мне кажется, очень красивый слаймик. Хотя, возможно, это жвачка для рук. Он в прекрасном состоянии, и посмотрите, как он хорошо тянется. В больницу не идёт. Просто шикарный мэджик цвет получается, как у нашего с вами мэджик булла. И это начало нашего матового слайма. Смотри, Ань, кого я нашёл. Я поняла, Ивасик, давай расставим этих глазастиков. Тут есть серебряный слайм и слайм, который меняет цвет. И ещё шоколадный. Клубничный. И чёрный слайм с пупырками. Аня, давай проверим, правда ли он свет может менять. Ну, по крайней мере, на нём написано, что его нужно согреть, и он из фиолетового станет голубым. Давайте посмотрим. Ой, какой классный слаймик, ребята. Тут есть специальная трубочка. Я думаю, они нужны для того, чтобы, наверное, вытаскивать слаймы. Или пусть мэджики напишут, для чего обычно используются эти трубочки. А то я не понимаю. Мне проще сделать это руками. Люблю в них ковыряться. Слаймик явно новый, в прекрасном состоянии, отлично растягивается. И мне сейчас нужно его пожамкать в руках побольше, чтобы согреть. Вик, создать. Вилчу, не капризничай. Отставим, пад, ну пад. Ребят, мне кажется, или он уже начинает менять цвет? Он уже явно не фиолетовый. Прикол, ребят. Это же просто магия. Посмотрите, он стал голубым. Невероятно. Я в шоке. Какой он классный. Он у нас пойдет в прозрачный слайм-гигант. Давайте его вот тут положим и проверим, вернется ли фиолетовый цвет или нет. А я очень хочу на серебряный посмотреть. Хорошо, Ивасик, открываем серебряный ниндзя-слайм. Тут почему-то есть бумажечка, там такой не было. Ух ты, ребята, он и правда как расплавленное серебро. Это так красиво смотрится. Я могу залипать в это очень долго и разглядывать такие вещи просто часами. Невозможно остановиться будет. Он же просто шикарный. Посмотрите. Конечно же, он тоже в отличном состоянии, потому что он абсолютно новый. Но я не перестаю поражаться тому, какой он красивый. Офигеть. И он реально серебряный, как будто я держу в руках расплавленный металл. Просто шикарный. Но он матовый, поэтому он будет частью нашего гиганта матового слайма. Мне он так нравится, что я не могу остановиться и попробую соединить его с тем слаймиком, который мы уже туда положили. Смотрите, какое красивое получается сочетание. Ань, ну хватит уже залипать. Давай дальше. У нас и так их много. Ладно, простите. Смотри, какие Ань, мы с Софи нашли красивые прозрачные слаймики. Класс. Давайте откроем все три и они продолжат наш прозрачный слайм. Кстати, смотрите, ребят, не прошло и минуты, а голубой слаймик уже стал фиолетовым. Че? Как? Серьезно? Прикол. Вот это да. Баночка ММ Дэмс с розовеньким прозрачным слаймом и орбизами. Слаймик явно новенький. О, там еще есть блесточки. А вот орбизы из него выпадают, я еще не успела его пожамкать, а они уже все вываливаются. Ммм, какие красивые. Я, наверное, больше всего люблю вот такие вот прозрачные слаймы. А вы? Все орбизы почти вывалились, но это не делает его менее прикольным. А вот в этой красивой баночке, как будто из-под варенья, на донышке какая-то желтая штучка и тоже украшение. Ой, паутинка из слайма. Так, сейчас мы его достанем. Ой, он тоже, как и первый, по кусочкам только достается. Игрушечка русалки. Ну, мы ее в наш гигантский слайм класть не будем. Смотрите, этот слайм совсем прозрачный, просто как вода. И в нем маленькие красивые блестящие сердечки. Добавь его к нашему будущему гигантскому прозрачному слайму. По-моему, получается очень красиво, а вам как? Слаймик Юникорн Кристал Муд. И в нем цветные радужные блесточки. Он тоже розовенький, только немножко более бледный. Очень классно тянется, и блестки так по нему распространяются, что он весь переливается. О, посмотрите, какой красивенький. Ммм, как желешечка, так и хочется съесть. Так, что бы нам следующее взять? Может, желтенький? Желтый мой любимый цвет. А Киска Алиска, ребятки, тут все пропустит. Потом будет на нас обижаться. Мой цвет голубой, поэтому Ань, давай вот этот вот, который под сердечком лежит. Даже трубочку нам специально прикрепили. Проверим, не больной ли наш слаймик, и подходит ли он для нашего матового гиганта. Ух ты, смотрите, у него на дне более яркий цвет, чем сверху. Я замешала его, и вот что у нас получилось. Он очень большой по сравнению с предыдущими. Посмотрите, всю мою руку занимает. И при том, что в нем ничего такого нет, ну, каких-то украшений, он все равно очень красивый. Клади его в тазик для матовых. Пусть они там смешиваются. Ань, а что будем делать, если какие-то слаймы не очень подходят по цвету? Для наших матового и прозрачного гигантов, а? А про какие цвета, Софиш, ты говоришь? Да, правда, у нас тут мэджик-бол почти. А есть ли слайм цвета какашки или сопли? Юми, блин, тебе лишь бы про соплики и какашки поговорить. Ну, ты же девочка до сих пор как ребенок. Нужно оставаться ребенком в душе. И говорить про какашки и сопли? Эм, проехали. Один слаймик тут новенький, а второй явно уже кто-то по-по-пожамкал до нас. Он, конечно, очень большой, этот слайм, но цвет у него какой-то, ну, странненький. Смотрите, как я его вытягиваю потихоньку. Фу, ань, что-то как-то это не очень выглядит. На что похоже? На козявочки. Фу, Юмичу. Ну что, правда же похоже, ну что? Слаймик, конечно, правда, очень большой, свеженький, бодренький, новенький, но цвет у него странный. Что у вас в головах? Вообще-то это горчичный цвет, и нам нельзя такой цвет пихать в наши слаймы. А что мы будем с ним делать? А можно я создам свой слайм? Все равно у нас больница пустая, так что можно туда положить. Хорошо, положу пока что сюда. А что это значит, что Юми создат свой слайм? Сопли, какашечный слаймик. Можно сопливый слайм? Ох, Юмичу. Ладно, пусть у Юми будет свой отдельный сопли, кака... Даже произносить это не хочу. В общем, свой слайм. А вот этот вот слаймик с золотыми блесками, более яркий, мне кажется, может добавить к нашему мэджик-буллу красоты. Надо только теперь хорошенько перемешать наш космический слайм. Он уже достаточно большой и тяжелый, но пока что я еще могу держать его в руках. У нас уже три слайма получается. И, по-моему, пора что-нибудь добавить матовый. Мы с Софи, кажется, даже нашли что. Смотри, какой тюбикань. Такс. А мне вот этот нравится. Вот этот, Миш? Нет, вот этот. Беру его. А еще вот этот голубой-голубой возьми. Ладно. Так, посмотрим, что тут у нас. Быстро он вылез, сосисочка такая. О, черт, ребят, кажется, кажется, в этом слайме чьи-то волосы. Он самодельный. Что, правда, что ли? Да, Юми. Ань, это, не расстраивайся. Я думаю, ребята не обидятся. Если мы не будем использовать этот слайм, потому что волосы в слайме, это не генично. Я просто уверена, что ребята не обидятся. Так, это яичко. И тут что-то новенькое, красивенькое, фиолетовенькое. Очень мягкий, нежный, матовый слайм. И почему-то у меня предчувствие, что оно очень прилипучее. Да, я, я, я была права. Кажется, у нас начинает что-то идти не так. Ань, засунь его к матовым слаймам. Они как раз слишком плотные. А он сделает их более тянучими. Да, не надо его в больницу. А, ого, вы были правы, сработало. Так, теперь голубенький самодельный слайм, который выбрал Эйван. Оказывается, несмотря на размеры баночки, сам слаймик в ней небольшой. И в нем красивые-красивые блесточки. Видите, он блестит. И несмотря на то, что он сделан своими руками, он идеально тянется. Очень свеженький. Мне кажется, он классный. Почему-то хочется его съесть. Да, прикольный. Ой, Юмичу, лишь бы что-нибудь сожрать. Какой пока что из тех, что мы видели, вам понравился больше? Ай-яй-яй-яй-яй, мы наследим его сопли какасного слайма в андестрессе. А, да, уж я вижу, но только салатовый цвет разве не Мишкин цвет? И мне кажется, среди вот этих выбранных есть те, кто и нам может пригодиться вообще-то. А давайте не будем ничего выбирать, будем просто открывать все слаймы подряд. Да, хорошая идея. Кто-то, но все равно пойдет в твой сопли слайм Юмичу. Ну ладно. Так мило, на баночке написано плохая слизь для эксперимента, очень сильно липнет. Ну что ж, ребят, наверное, это последний слайм на сегодня, и так видео уже длинное. А у нас еще так много осталось. Мы обязательно распакуем все до последнего, если только ребята этого захотят. Проголошуют вопросики, напишут нам комментарии, поставят лайк. Короче, если им будет интересно, да? Да, если им будет интересно, что в итоге мы будем делать с этими гигантами. Слизь и правда сильно липнет, и это вот была хорошая идея Юмичу, чтобы добавить ее в твой сопли слаймик. А ты пока иди смотри ролик про свинью. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok